Он теперь опускался на дно. Он был безволен и холоден. Он уже ничего не чувствовал. И больше всего ему хотелось окончательно сдаться и уснуть. И вдруг он услышал негромкий булькающий смех. Чьи-то длинные волосы, похожие на зеленые водоросли, опутали его шею. Совсем рядом скалились чьи-то жестокие лица. И на него смотрели безжалостные белые глаза. — Иди к нам! — звали его тайные обитатели вод. — Отпусти свои души. Пусть себе плывут там, на свободе. Без этого неуклюжего и тяжелого человеческого тела. Отпусти его, и тебе станет свободнее. Голова у Тарака кружилась. Горлу подступила тошнота. Казалось, кто-то выворачивает ему все кишки прям наружу. — Хм! Гляди-ка! — смеялись тайные обитатели вод. — Как быстро души покидает его дурацкое тело! — Гляди-ка! — Они стремятся к нам! Тарака ворочала сбоку-набок точно ту дохлую рыбу. Тайные обитатели вод были правы. Душам нетрудно будет покинуть его тело и присоединиться к обитателям вод, которые будут вечно кружить их в своих холодных объятиях. И вдруг, сквозь эти последние мрачные мысли, Тарак услышал отчаянный вой волка. — У-у-у-у! И тут он резко открыл глаза. И только лишь серебряные пузырьки поднимались во тьме. Там, откуда только что исчезли эти тайные обитатели вод. Все исчезли. И снова, и снова послышался зов волка. Он нужен волку. И они что-то очень важное должны были сделать с ним вместе. Заставляя, поднимая онемевшие конечности, заставляя их шевелиться и превозмогая сковывшие все отупени, Тарак стал снова пробираться на поверхность. И этот зеленый свет вокруг, он стал ярче. Этот свет прям манил его. Он притягивал к себе. И он почти уже добрался до источника этого света, когда что-то вдруг заставило его посмотреть вниз. И далеко-далеко, на дне, он увидел их. Эти два слепых глаза, пристально смотревших на него из темноты. Что это? Рост соперечного жемчуга? Глаза кого-то из обитателей вод? И ему вспомнились слова пророчества. И та загадка, что прячется в бездонной глубине. Глаза реки, лежащие на дне. И казалось, грудь у Тарака вот-вот разорвется, если он немедленно не глотнет воздуха. Но если он сейчас не нырнет и не достанет эти глаза реки, чем бы они ни оказались, то он навсегда потеряет их из виду. И Тарак согнулся пополам, извернулся, собрав свои последние силы, он нырнул в эту глубину. И от холода стало аж больно глазам, аж закололо. Но он не решался закрыть их. Он подплывал все ближе и ближе. И, протянув руку, он коснулся дна и сжал в кулаке горсть ледяного ила. Вот они. Удостовериться в этом окончательно возможности не было. Вся вода сразу замутилась. Да и руку он разжать не решался, опасаясь, что глаза реки, что они выскользнут. И он снова извернулся в воде и стал пробиваться наверх, к заветному свету. Но сил у него уже совсем не осталось. И всплывал он ужасающе медленно. Да еще эта мокрая одежда она тянула на дно. И вот, наконец, над головой замелькали какие-то огни. И тут снова послышался смех водяных жителей. Слишком поздно, шептали ему тайны обитатели вод. Теперь тебе никогда не увидеть дневного света. Останься здесь, с нами, мальчик с плавучими душами. Останься здесь навсегда, с нами. Здесь очень хорошо. И Тарак почувствовал, как кто-то схватил его за ногу и потащил вниз. Он яростно отбивался, но высвободить ногу он не смог. Чья-то рука крепко-накрепко сжимала его лодыжку. Тарак попытался выкрутить ногу из этих тисков, но все тщетно. Хватка неведомого существа, она только усилилась. Пойдем со мною. И к помощи ножа ему прибегнуть не удалось. Он вспомнил, что перед тем, как переправляться через реку, крепко привязал нож к ножнам. И теперь вытащить его было просто невозможно. И гнев вскипел в его душе. Ух, злость! «Оставьте меня в покое!» мысленно кричал он. «Вам меня не получить! И на Нуак тоже!» И, как ни странно, именно это и придало ему сил. И он яростно рванулся. И хватка существа, державшего его за ногу, вдруг ослабла на какой-то момент. Тот, кто только что пытался утащить его на глубину, завыл, забулькал и исчез, растворившись в темноте. А Тарак стремительно стал подниматься вверх, что есть силы. И, услышав это, он вылетел из воды в тучи брызг, всей грудью судорожно глотая воздух. В ослепительном сиянии солнца он успел увидеть простор зеленой речной воды и нависшую над водой ветку дерева, которая стремительно к нему приближалась. Свободной рукой он попытался схватиться за эту ветку, но он промахнулся. В голове сверкнула боль, как вспышка. Он знал, что никто его не ударил. Он слышал плеск речной волны, свое собственное тяжелое дыхание слышал, но он ничего не видел. Он чувствовал, что глаза его открыты, что они смотрят вокруг, но они ничего не видят. И тут охватила его паника. «Только не слепота», — думал он. «Нет, нет, пожалуйста, только не это». А бесхвостая самка хныкала и беспомощно махала своими передними лапами, так что волку это надоело. И он оставил ее, эту самку. «Жди здесь!» И бросился по тропе дальше. И когда он все-таки учуял в ивнике большого своего бесхвостого брата, он его учуял. Вот он, здесь. То тоже принялся хныкать и жалобно повизгивать. Брат лежал наполовину в воде, уцепившись за какую-то ветку. И от него очень сильно пахло кровью. И он был ну совсем как неживой. И волк лизнул его в холодную и мокрую щеку. Но большой брат, он так и продолжал лежать без движения. Неужели он больше не дышит? Волк поднял морду и как завыл. И сквозь заросли сразу же неуклюже пробиралась эта бесхвостая самка. Ну, конечно. Ей-то что здесь нужно? И волк резко повернулся, собираясь защищать своего большого брата. Но она оттолкнула его и бросилась к бесхвостому. Схватила его за плечи своими передними лапами, прям как когтями вцепилась, и вытащила из воды. И тут волк невольно, но восхитился ее решительными такими действиями. Никогда прежде так. И стал смотреть, как она, положив передние лапы на грудь бесхвостому, она все нажимает и нажимает на него. Сверху. Пока бесхвостый не шевельнулся и не выкошлялся. Из него аж все вышло. Ручейки. Это было хорошо. Это означало, что большой брат снова дышит, что он живой. Но стоило волку прыгнуть ему на грудь и радостно обнюхать и облизать ему лицо, как его снова оттолкнули. Ох, это противная бесхвостая самка. Не обращая ни малейшего внимания на предупредительное рычание волка, она обняла большого брата за плечи, поставила его на ноги, и они, спотыкаясь, побрели прочь от этой быстрой воды. И большой брат шел так неуверенно, словно он ничего не видит. Волк шел с ним рядом, настороженно посматривая по сторонам. С некоторым облегчением он вздохнул, только лишь когда они добрались до логова, находившегося на приличном расстоянии от быстрой воды. Это было хорошее логово, но не такое маленькое, в какое его засовывала бесхвостая самка. Не такое. Там, где ей совершенно нечем было дышать. Совсем не такое. Хорошее логово. Но эта противная самка по-прежнему не допускала волка к моему большому брату. И волк, оскалив зубы, нарочно толкнул ее всем телом. Она вместо этого, чтобы отойти в сторонку, она подняла с земли какую-то палку и швырнула ее из логова. Вышвырнула, показав сперва на эту палку, а потом на него, волка. Что я тебе, собака? Волк решил не обращать на нее внимания. Охррррррр, и снова потянулся к большому брату. А тот был совсем обессилевшим. Как-то странно осев на землю, он пытался стащить с себя мокрую шкуру. И в конце концов ему это удалось. И на нем не осталось ничего, кроме небольшого количества длинной черной шерсти, рожшей на голове. И он свернулся клубочком и весь дрожал от холода, ведь его жалкая вторая шкура, она никуда не годилась. И волк прижался к нему всей своей шкурой, чтобы хоть немного его согреть. А бесхвостая самка быстро оживила яркого зверя, тот, который очень больно кусается. И бесхвостый брат так и потянулся к этому яркому зверю. И волк испугался. А вдруг этот зверь покусает моему бесхвостому лапы? И только тут он заметил, что в одной из передних лап большой брат сжимает какую-то штуку, от которой исходит очень странное, неяркое свечение. И волк подошел, и он понюхал этот загадочный предмет. И тут же испуганно отскочил. Оно пахло охотой и добычей, быстрой водой и деревом одновременно. И если все эти запахи смешать и хорошенько переживать... А еще от этой светящейся штуки исходил какой-то очень высокий и едва слышный звук. Настолько высокий, что только волк мог его расслышать. И волчонок испугался. — Неужели вы не слышите? — Он чувствовал, что перед ним нечто, обладающее очень, очень большой силой. И тарак закутался в спальный мешок, не в силах сдержать сильнейшую дрожь. Голова вся пылала огнем. Все тело казалось одной сплошной раной. Но хуже всего было то, что он ничего не видел. — Ты слеп, слеп, слепой ты! — стучало его сердце. И сквозь громкий треск костра он услышал, как Рейн сердито бормочет. — Ты что, себя убить хотел? — Что? — переспросил он. Но и слова не хотели ему подчиняться. И превращались во рту в какую-то непонятную кашу с солено-сладким привкусом крови. — Ты же почти что вынырнул. Все еще не могла успокоиться Рейн, прижимая ему к колбу что-то очень похожее на комок паутины. А потом вдруг взял, да и снова нырнул на глубину. — Что это? Ты же почти вынырнул. И тарак догадался, что она ничего не знает о том, что он нашел на Нуак. Но рука его была все еще настолько скована придонным холодом, что он не мог разжать пальцы и показать ей глаза реки. Он чувствовал горячий язык волка у себя на лице. Он как пригрелся. А потом появилась эта маленькая полоска света. Потом он увидел большой мокрый черный нос. Дышит. И сердце тарака радостно подпрыгнуло. — Я... я могу видеть? — едва вороча языком сообщил он. — Что? — сердит и перспросил Рейн. — Ну, конечно, ты можешь видеть. Ты просто разбил себе лоб, ударившись об ту ветку. И глаза тебе залило кровью. А потом она засохла. Конечно. Раны на голове всегда очень сильно кровоточат. Ты разве этого не знал? Тарак испытал такое огромное облегчение, что, наверное, рассмеялся бы сейчас от радости, если бы только зубы так сильно у него не стучали. Он как камень сбросил. Огромную каменюку. И он увидел, что находятся они в маленькой пещерке с земляными стенами. Рядом жарко горел костер из березовых дров. И от его насквозь промокшей одежды, развешанной на торчащих из стен пещер и корнях, уже начинает валить пар. Сушится. Шум водопада слышался очень сильно. И по этим звукам, а также по видимым из пещеры верхушкам деревьев, Тарак догадался, что они, должно быть, поднялись на высокий берег реки. И долина перед ними прям как на ладони. Но вспомнить, как они туда поднялись, он никак не мог. Наверное, Тарейн тащила его наверх. Но не волчонок же. Хм, и как же это ей удалось? С благодарностью подумал он. Рейн стояла возле него на коленях. Вид у нее все еще был несколько ошалелый. — Тебе необыкновенно повезло, — сердито сказала она. — Ладно, лежи спокойно. Из своего мешочка с лекарственными травами она вытащила горстку сушеного тысячелистника. Растерла эту траву на ладони и быстро прижала ладонь с порошком прям к колбу Тарака. И порошок мгновенно прилип к кране, образовав защитную корочку. А зноб у Тарака все не проходил, и он, закрыв глаза, прислушался к неумолчному яростному гроходу водопада. Волк заполз ему в спальный мешок, немного повозился там в своей норе, устраиваясь поудобнее, и принялся вылизывать ему плечо. Он был таким пушистым и очень теплым, не мокрым, и Тарак благодарно лизнул его прямо в нос. — Мой большой брат! Согревшись, он задремал, а когда проснулся, то зноба больше не чувствовал. Но Нануак по-прежнему крепко сжимал в руке. Волк, выбравшись из его мешка, он спал, свернувшись клубочком. Дело сделано. Согрелся хозяин. А у дальней стены пещеры. Он просто свернулся и спал. Рейн перебирала лежавшие у нее на коленях травы. Вещи и оружие Тарака лежали с ней рядом, и он догадался, что пока он спал, она еще два раза в одиночку переправилась через реку и принесла все это сюда. — Рейн, — начал было он. — Что? — спросила она, даже не глядя на него. И, судя по ее тону, она все еще немного на него сердилась. — Ух ты! Злая какая! — Ты вытащила меня из реки. Ты притащила меня сюда. И ты даже перенесла с того берега в пещеру все мои вещи. Я просто представить себе не могу. — Знаешь, а ты очень храбрая. Но она ничего ему не ответила. — Рейн! — он снова окликнул ее. — Ну что? — Я должен был тогда снова нырнуть. — Я должен. — Зачем? И он неуклюже протянул к ней руку и разжал пальцы. И ему вдруг показалось, что свет вокруг померк весь. Странный мрак окутал всю пещеру. Казалось, в воздухе даже слышится потрескивание, как после удара молнии. Волк сразу же, он тут же проснулся и на всякий случай зарычал с просонья. — Рррр! Что это? А Рейн так и застыл на месте. Глаза реки лежали прямо на ладони Тарака, в гнезде из зеленого ила, и слабо-слабо светились. Точно луна на затянутом туманной дымкой ночном небосклоне. Глядя на них, Тарак испытал примерно такой же приступ головокружения, что и там, на дне реки. Точно, но только немного слабее. — Это ведь тот самый Анунак, правда? — спросил он. — Что прячется в бездонной глубине? — Глаза реки. Лежащие на дне. — Я нашел самую первую часть Ануака. Вся кровь, казалось, разом отхлынула от лица Рейн. — Не шевелись, — прошептала она и поспешно выползла из пещеры, и вскоре вернулась целой охапкой красных листьев рябины. — К счастью, руки у тебя испачканы илом, — сказала Анунака. — Ты ни в коем случае, слышишь, ни в коем случае не должен сам прикасаться к этому Ануаку. Иначе он высосет из тебя всю твою жизненную силу. — Ах, вот что со мной было там на дне, — прошептал Тарак. И он рассказал Рейн о тайных обитателях. — И она пришла в ужас. — И как только у тебя смелости хватило? — Ведь если бы они тебя не выпустили? — И она взмахнула рукой, отгоняя это зло даже, отгоняя от него. — Я просто поверить не могу, что ты мог взять и уснуть, держа это в руке. — В общем, нельзя терять времени. И, вытащив из-за пазухи маленький мешочек из черной кожи, Рейн набила его листьями рябины. — Эти листья, они защитят нас, — сказала Ана. — Да и мешочек тоже поможет. Он сделан из кожи ворона. Крепко держа Тарака за руку, она стряхнула глаза реки с его ладоней прямо в мешочек и крепко затянула тесемку. Вот так. И как только Нануак был спрятан, пламя в костре сразу вспыхнуло ярче. Мрак в пещере рассеялся весь, а потрескивание в воздухе совершенно прекратилось. — Волк осторожно подошел к Рейн и лег рядом с нею, положив морду на лапы и тихонько поскуливая. — Что это все было? — Как ты думаешь, он может видеть Нануак? — спросила Рейн. — Скорее всего, он его чует, — ответил мальчик. — Или слышит. — Я не знаю. — Но он чувствует его. И Рейн, вздрогнув, прошептала. — И никто этого не знает. Тарак проснулся на заре, чувствуя, что ему не повернуться. Так болело все тело. Но руки и ноги действовали, и ничего, похоже, не было сломано. В общем, он решил, что еще очень легко отделался от всего этого. Рейн стоял на коленях у входа в пещеру и пыталась угостить волка горстью вороники. Она сосредоточенно хмурилась, протягивая ему ягоды на ладони. А он то делал осторожный шажок вперек, вперед, то вдруг снова отскакивал назад. Что это? И, наконец, волчонок все же, видимо, решил, что Рейн можно, можно, ей можно доверять, наверное. И в один присест взял и слопал все ее ягоды. «Давай еще. Есть у тебя там еще по сусекам?» И Рейн даже засмеялась, когда усатая мордочка коснулась ее ладони. Заметив, что Тарак смотрит на нее, она тут же перестала смеяться, смущенная тем, что он застал ее за попыткой подружиться с его волчонком. «Ну, ты как?» — спросила она. «Лучше». «А по виду не скажешь. Тебе нужно будет отдохнуть еще, по крайней мере, денек». И Рейн встала. «Я пойду охотиться. Нам следует приберечь вяленую пищу. Она нам еще пригодится». И Тарак с огромным трудом он сел. «Я с тобою». «Нет. Ты останешься здесь. Тебе нужно отдохнуть». «Но моя одежда уже высохла. Да и оглядеться пора». Тарак не стал объяснять, почему ему так хочется пойти вместе с Рейн. Дело было в том, что он ненавидел всякие пещеры. Они с отцом порой разбивали стоянку и в пещерах тоже. «Но Тарак, он всегда ложился спать снаружи. Ему было на редкость неприятно спать в окружении этих земляных или каменных стен, вдали от свежего дыхания леса. В пещере ему начинало казаться, будто его кто-то проглотил там. И Рейн вздохнула. «Ну хорошо. Но как только мы кого-нибудь подстрелим, ты сразу же вернешься и снова ляжешь. Ладно?» Тарак пообещал ей это и принялся одеваться. Он никак не ожидал, что ему будет так трудно одеваться. Каждый шаг, как тот камень. Когда он, наконец, покончил с этим одеванием, сбросил эти камни, в глазах от боли стояли слезы. К счастью, Рейн ничего не замечала. Она готовилась к охоте целиком. Она расчесала свои длинные волосы ясеневым гребнем, вырезанным в форме когтистой лапы ворона. Воронистый гребень. Стянула их на затылке ремешком и воткнула в них перо совы. Оно должно было принести им удачу. А затем она натерла кожу золой, чтобы отбить свой запах. А лук смазала кашицей из разделанных, раздавленных лесных орехов, повторяя при этом нараспев. — Пусть летит со мной рядом хранитель мой, пусть принесет он мне удачу на охоте. Тарак был очень удивлен. — Мы... мы точно так же готовимся к охоте. Только у нас говорят, пусть бежит со мной рядом хранитель мой. И луки свои мы не каждый раз смазываем. — Ну, это только я так делаю, — сказала Рейн и любовно глянула на блестевший после смазки лук. — Этот лук сделал для меня финкидин. Мне тогда было семь лет, и у меня только что погиб отец. Это тис. Его целых четыре года выдерживали, а заболонь сзади — для гибкости. — Орех спереди вот, это для прочности. Финкедийный колчан мне тоже смастерил. Сам сплел и разрешил мне даже выбрать, как его лучше покрасить. — Украсить. Видишь, какой красивый получился зигзаг из красной и белой ивы? — М? И она вдруг умолкла, что-то вспомнив, и лицо ее затуманилось. — А я ведь матери никогда не знала. Вновь заговорила она. Отец был для меня всем на свете. Когда он погиб, я очень сильно плакала. И ко мне пришел финкидин. Я накинулась на него с кулаками, а он стоял спокойно, как дуб, позволяя мне сколько угодно лупить его. А потом он сказал, — Он ведь был моим братом. И теперь я буду о тебе заботиться. И я поняла, что это так оно и будет. Ирэйн нахмурилась и прикусила губу. Тарак понимал, что она скучает по дяде, и, возможно, беспокоится о нем, зная, что он наверняка пытается отыскать ее в лесу, где теперь охотится этот ужасный медведь. — Лес, полон страхов. Куда ты пошла охотиться? И чтобы дать ей время успокоиться, он немного повозился со своим луком, а потом сказал, — Ну, пошли, пора. Прям как отец сказал ей. Ирэйн коротко кивнула и решительно вскинула лук на плечо. Утро было ясное и холодное, и лес никогда еще не выглядел таким прекрасным. Алые листья рябины и золотистые кроны берез, они прям сверкали, точно языки пламени на фоне этих темно-зеленых елей. На кустиках голубики качались крошечные, слегка заиндивевшие паутинки. Седой от заморозка мох похрустывал под ногами. Парочка преисполненных подозрительности сорок неотступленно следовала прям за ними, перелетая с дерева на дерево и время от времени раздражаясь оглушительным треском. Сомнений не было. Медведь наверняка далеко от этих мест. Но, к сожалению, долго любоваться утренним лесом Тараку не пришлось. Вскоре волк поднял на крыло глухарей «Порх! Порх!» запорхали, которые с возмущенными криками взмыли над подлеском. Они летели довольно быстро и против солнца летели, так что Тарак даже прицеливаться не стал, понимая, что ни за что не попадет. А вот Рейн, к его удивлению, она так и выстрелить успела, и птица с глухим стуком упала на землю. И у Тарака от изумления прям челюсть отвисла. «Как это тебе удалось?» «Я этого глухаря даже разглядеть-то как следует не успел». И Рейн покраснела. «Ну, я много тренируюсь», — только так и ответила. «Но я никогда не видел, чтобы кто-то так здорово стрелял. Ты что же, лучший стрелок вашего племени?» И тут она совсем смутилась и промолчала. «Неужели еще лучше есть?» «Да нет, вроде». Все еще страшно смущенная, она наклонилась и вытащила подстрельного глухара из кустов голубики. «Вот». Она наконец-то улыбнулась, показав свои мелкие остренькие зубы. «Помнишь свое обещание?» «Теперь тебе надо вернуться обратно в пещеру и отдохнуть». В тот вечер они устроили настоящий пир. Какая-то сова своим уханев вновь заверила их, что медведя поблизости нет. «У-у-у-у!» И Рейн рассудила, что теперь они ушли уже так далеко на восток, что племя ворона наверняка прекратило свою погоню. И кроме того, им просто необходимо было поесть горячего. И Рейн, обернув два небольших куска листьями конского щавеля, отложил их в сторону для хранителя племени. А Тарак тем временем перенес костер к самому входу в пещеру. Он решил, что ни за что не станет больше ночевать среди этих земляных стен. Налив воды в припасенный Рейн-бурдюк для готовки, он подвесил его рядом с костром и с помощью рогульки стал бросать в него раскаленные камни. И когда вода согрелась, туда же кинул ощипанного и разрубленного на куски глухаря. «Бульон будет!» И вскоре он уже помешивал этот душистый суп с добранной диким чесноком и мясистыми древесными грибами. Они съели почти все мясо, оставив на потом совсем немного, не влезло просто, и вычерпали всю самую вкусную жижу, пользуясь удобными кривыми корешками, обожженными на огне. М? Дезинфекция! А затем последовало второе вкуснейшая каша, которую Рейн приготовил из брусники и лесных орехов. Она сладкая, а компот... У них были буковые орешки, буквы, бук, которые они сперва держали над костром, чтобы они раскрылись, а потом разгрызали, чтобы достать ядрышки. Щелк-щелк. Ха! Белки! И даже третий тебе на подавай. И Тарак так наелся, что он о еде больше даже и думать не мог. Не хотелось. И он устроился у огня и стал латать дыру в штанах, в том месте, где его схватили за ногу эти тайные обитатели. Вот! Он как схватили. Дыреха какая! Рейн сидел неподалеку, расправляя оперение на своих стрелах. А волк разлегся между ними, с наслаждением вылизывая лапы после того, как ловко разделался с большим куском глухаря. Ух! Хайна педходить! Который отложил для него именно Тарак, мой хозяин отложил, чтоб я с ним боролся. Некоторое время в пещере царила доброжелательная тишина. Вот она, спокойствие. Тарак был довольный. В его душе даже затеплилась надежда. В конце концов, ведь удалось же ему отыскать первую часть на Нуака. Это ж чего-нибудь достоит, верно? Анунаки! А? И внезапно волк вскочил и бросился от костра куда-то в темноту, чуть ли не в стенку. Но через несколько мгновений он вернулся и стал кружить у огня, негромко и возбужденно рыча и поскуливая. В чем дело? шепотом спросил устревоженный Рейн. Тарак вскочил на ноги, внимательно смотрел на волка. И в ответ на ее вопрос он только покачал головою. Никак не могу понять, что же он говорит. Убей запах. Старая добыча. Уходи. Что-то в этом роде говорит. И оба всматривались в темноту. Но, естественно, ничего там не видели. Не надо было разжигать здесь костер, сказала Рейн. А теперь уже поздно об этом думать, откликнулся Тарак. И волк вдруг перестал скулить и рычать. Поднял свою морду и посмотрел высоко в небо. И Тарак тоже поднял глаза. И его благодушное настроение мигом испарилось. На востоке, над черной громадой высоких гор, в небесах, горел, словно глядя прямо на них, красный глаз великого зубра. Его невозможно было не заметить. Точно налитый злобой. Тарак глаз не мог от него оторвать. всем своим существом чувствуя его давящую мощь сверху. Красный глаз давал силы тому медведю, одновременно лишая Тарака надежды и решимости. И Тарак тут не выдержал. — Скажи, — повернулся вдруг Крейн, — Как ты думаешь, сможем мы все-таки победить? — Нет? — Правда? — Не знаю, — честно призналась Рейн. — И как нам раздобыть еще две части нануака? — Этот старый зуб, камни, превращающие в песок, и самый холодный на свете огонь, таящийся во тьме снегов. — Что вообще, что хотя бы значат эти слова? Но Рейн молчала. Тарак заставил себя оторвать взгляд отгоревшей в небесах красной звезды и снова сел у костра. Но ему все время казалось, что красный глаз, он сердито смотрит на него, наблюдает, но уже прямо из пылающих углей. И рядом шевельнулся Рейн. — Смотри, тарак. — Вон первородное древо. И он поднял голову. Красный глаз в небесах словно заслонила яркая пелена. Теперь в вышине разливалось переменчивое зеленое сияние. Потом зеленый сноб света вдруг изогнулся гигантской лентой, точно колышемой беззвучным ветром. Зеленые сполохи пробежали по всему небосклону, и они исчезли. И темное небо затянуло дрожащая бледно-зеленая дымка, на фоне которой раскинуло свои волшебные мерцающие ветви. Это первородное древо. Тарак смотрел, не отрываясь. В душе его опять шевельнулась искорка надежды. Он всегда любил смотреть на первородное древо, особенно морозными зимними ночами, когда отец рассказывал ему историю о начале времен. древо означало удачу в охоте. Может, оно и тараку тоже принесет удачу. А я думаю, что это добрый знак, сказала Рейн, словно прочитав его мысли. Я все думала, а было ли это просто везением, то, что ты нашел на Нуак? И почему ты свалился в воду именно в том месте, где на дне лежали глаза реки? Так что вряд ли это было случайностью. Мне кажется, тебе было суждено предначертано найти его. И тарак вопросительно на нее глянул. Возможно. Неторопливо пояснила она. Возможно, этот Нуак нарочно подложили на твоем пути, чтобы ты сам решил, что с ним делать. Ведь когда ты увидел его на дне, ты ведь вполне мог и передумать, решить, что слишком опасно туда нырять. Но ведь ты, ты ведь все-таки нырнул? Ты рисковал своей жизнью, чтобы до него добраться? А что если это просто часть испытаний? то, что говорил Рейн показалось Тараку настолько разумным, что он даже несколько успокоился. А потом и уснул, глядя на зеленые соцветия, безмолвно вспыхивавшие на ветвях первородного древа. И не заметил, как волк выбрался из пещеры, и один отправился в лес на поиски чего-то, ведомого только ему одному. Оставив логово, волк стал подниматься на вершину холма, на самую ее вершину, нависавшего над долиной, чтобы получше разобраться в этом странном запахе вокруг, который принес ветер. запах этот был сильный, пахло подгнившей добычей, как если бы часть ее оставили так прозапас и прикопали в надежном месте. Но вот странно, этот запах исходил не из одного места, а он перемещался кругом по долине. Волк бежал и радостно чувствовал, что его лапы становятся все крепче, все сильнее, по мере того, как каждая новая тьма сменяется новым светом. Он очень любил бегать, и он мечтал, что большой бесхвостый брат тоже когда-нибудь это полюбит, тоже будет бегать вместе с ним. И он научится наконец-то бегать быстро, как молния, а то он такой медлительный. Уже почти добравшись до самой вершины, волк прислушался. Хм, хм. Он слышал и грохот большой воды, и шорохи, которые издавал заяц, кормившийся в соседней долине. Он все слышал. Ух и все слышают. Высоко над головой сиял яркий белый глаз, с целым выводком маленьких детенышей. Все было так, как и должно было быть, как предначертано, если не считать этого запаха. на самой вершине волк поднял свою морду и сразу же опять учуял этот странный запах. Он как витает. Совсем близко учуял, а потом еще ближе. И волк рысью бросился вниз и вскоре нашел источник этот гнилостной вони. Испускавшее вонь существо еще и перемещалось с места на место. И волк подошел поближе. Нужно было как следует рассмотреть эту неведомую тварь. Но постарался сделать это так, чтобы она не догадалась, что он рядом. Ты, вонючка. И он очень удивился, обнаружив, что это вовсе не чья-то старая добыча, отложенная про запас. А это вполне живое существо. У него было дыхание, и когти. Она дышала, эта куча. И двигалось оно очень странно, шоркая своими лапами и что-то рыча себе под нос. И с морды у него капала слюна. Но что больше всего озадачила волка, так это то, что он никак не мог уловить мыслей этого существа. никак не читалось. Похоже, голова у него была не в порядке. Не в порядке с головой. Что-то там раскрошилось у него. Старые кости. Волк никогда еще не встречал ничего подобного. Что это? И он с тревогой смотрел, как неприятная тварь, ух, тварюка, как она ползет вверх по склону, к логову ползет, где спят мои бесхвостые. Моя стая, ты куда ползешь? И он подкрадывается к ним все ближе и ближе. Ты растращенная голова. И волк уже приготовился прыгнуть и прогнать эту странную тварь. Но тут она вдруг стряхнулась и, шаркая лапами, побрела прочь. Но вдруг уловив эти спутанные мысли этого загадочного существа, волк понял. Он точнее почувствовал, что оно еще вернется. Туман подкрался к ним тихо, как вор подкрался, и сразу украл всю долину внизу. Все укрыл. И когда Тарак с трудом выпал с спального мешка, он увидел, что долина, она исчезла. Ее нет, белым бело. туман это дыхание великого духа. Поглотил ее целиком и полностью. И Тарак зевнул. Волк и раньше часто будил его по ночам, бегая вокруг и требовательно коротко взлаивая. Сейчас, например, он говорил запах старой добычи. Смотри внимательно. По мнению Тарака это было лишено всякого смысла. Он уже несколько раз выходил посмотреть, но он ничего не замечал. Хотя вокруг действительно пахло падалью, и его не покидало неприятное ощущение, что за ним следят, наблюдают. А может, это просто волк туман так не любит? сонно предположила Рейн, поворачиваясь к Тараку, но не вылезая из мешка. Я, например, его терпеть не могу. В тумане становится все совершенно не таким, каким должно быть. Вряд ли дело только в этом, прошептал Тарак, с тревогой глядя, как настороженно волк нюхает воздух. Да? А в чем же тогда? Не знаю. Мне почему-то все время кажется, что тут рядом кто-то есть. Здесь кто-то ходит. Но не медведь и не люди из твоего племени. Здесь кто-то другой. Я не понимаю. Я тоже. Я же сказал, что не знаю, в чем дело. Но нужно быть настороже. И Тарак с задумчивым видом подбросил дров в костер. Нужно было немного подогреть то, что осталось от дневной трапезы. Рейн стревоженно нахмурилась. Все-таки вылезла из мешка и пересчитала имевшиеся у них стрелы. Но двоих у нас четырнадцать стрел. Не очень-то и много. ты наконечники хоть делать умеешь? Тарак покачал головой. Отец считал, что у меня руки еще недостаточно сильные, чтобы кремень колоть, и собирался на следующий год только меня научить. А ты умеешь? Нет, я тоже не умею. Значит, нам придется быть особенно осторожными. Тем более, что мы понятия не имеем, как далеко отсюда священная гора. И мясо нам еще понадобится, конечно. Может, хоть сегодня что-то удастся подстрелить? В таком тумане? Да уж. Туман был действительно настолько густой, что они не могли разглядеть даже волка, шедшего на пять шагов впереди. Он всегда на пять шагов думает. Вперед! Такой туман лесные племена называют морозным дымом. Это ледяное дыхание высоких гор, от которого в начале зимы чернеют последние ягоды, а маленькие зверушки начинают прятаться в свои норы. Волк вел их по протоптанной зубрами тропе, которая шла по краю долины и сворачивала к северу. Тропа была извилистой и довольно крутой. Вокруг рос густой кустарник, за ночь весь покрывшийся инием. Абсолютно весь. Туман настолько заглушал все звуки, что расстояние от одного предмета до другого определить было почти невозможно. Он прям как терялся. Деревья, спугающие внезапностью, так и вырастали у них на пути. Прям лобом можно стукнуться. Пытаясь подстрелить оленя, они выпускали стрелу в обыкновенную валежина, а потом долго извлекали еще ее, накрепко застрявшую в древесине. Здесь каждая валежина похожа на оленя. Бросить драгоценную стрелу они никак не могли. Все, бери и выколупливай. Дважды Тараку казалось, что он видит какого-то человека, притаившегося в кустарнике. Но когда он подбегал к этому месту, то ничего там не обнаруживал. Подъем на вершину холма занял у них все утро, а потом они полдня продирались сквозь густую растительность, спускаясь в соседнюю долину, где молчаливый, окутанный туманом сосновый лес, сторожил сонную реку. Ты заметил? спросила Тарака Рейн, когда они наспех соорудили шалаш и принялись за холодное, не приносящее особой радости вяленое мясо. Мы ведь ни одного северного оленя ни разу не встретили даже. Ты это заметил? А их в это время года в лесу всегда полно. Я тоже все время об этом думаю, кивнул Тарак. Как и Рейн, он отлично знал, что при первом же выпавшем в горах снеге, северные олени всегда устремляются в лес, где отъедаются на зиму мхом и грибами. Иногда олени поедали так много грибов, что у них даже мясо и то пахло грибами. Сразу замаринованные. Что будут делать племена, если олени так и не придут? Вот что им делать? Спросила Рейн. Но Тарак так ничего не ответил. Приход северных оленей означал для людей возможность пережить еще одну зиму. Олени давали одежду, одеяло и пищу. Они давали все. А во что мне одеваться, думал он, когда наступит зима? Во что мне одеться? Рейн предусмотрительно прихватила свою зимню одежду с собой, но стащить что-то и для него у нее возможно конечно же не было. Так что все, чем сейчас мог располагать Тарак это летняя куртка из шкуры косули, далеко не такая теплая, как та одежда из оленевого меха, которую отец шил ему каждую божью осень. И даже если им и удастся подстрелить оленя, времени на шитью одежды все равно у них не будет. Во первых, туман все не проходил, а во во-вторых, красный глаз великого зубра все выше и выше сиял в небесах. Он набирал свою силу. И Тарак постарался отогнать все эти тревожные мысли и сам не заметил, как он забыл со сном. Но то и дело он просыпался. Он постоянно чувствовал этот странный запах. Запах падали. Он прям рядом. Он здесь. Он здесь. будет. Он сдался сдался Больше рассказов находится внизу, в описании, прямо под видео. Там все наши истории, все серии, сериалы, вся наша библиотека. Теперь рассказы выходят уже в 18, ого! Заводите будильники, не забывайте говорить ваше спасибо, ставьте ваши лайки. А на сегодня что? На сегодня всё. Спокиноки! Покедва!